Приветствую вас. Сейчас расскажу вам об актрисе Валерии Фёдорович. Валерия Фёдорович – разноплановая актриса. Это подтверждают её абсолютно разные героини кинопроектов «Кухня» и «Лимитчицы». Семья актрисы была довольно простой. Её папа служил в армии и был офицером, а мама трудилась инженером. Девочка Лера родилась в Нижегородской губернии. Стоит сразу отметить, что бабушка девочки служила актрисой в одном из театров. Поэтому в детстве Лера частенько посещала место работы бабушки. У Валерии есть родная сестра, которая на четыре года старше. В свои восемь лет семья будущей актрисы перебралась в Москву. В детские годы Лера видела себя педагогом. Но когда её спросили, чему она может научить других, сильно перевернул её взгляды. Поэтому она начала более пристально присматриваться к профессии своей бабушки. И задумала стать актрисой. Лера была среднестатистическим учеником. Но это не помешало Валерии заниматься музыкой, а также танцами. Она неоднократно участвовала на различных конкурсах. Помимо этого, Валерия прекрасно читала стихи, и ей очень нравилась поэзия. Родители девушки никогда не возражали. Наоборот, узнав о выборе дочери, они поддержали своё чадо и всеми силами помогали дочке. С помощью отца и его друга Валерия познакомилась с Никитой Высоцким. Уже он познакомил девушку со своей мамой, которая, пообщавшись с Валерией, решила помочь девушке. Она была счастлива, с ней согласилась заниматься сама Людмила Абрамова. Эти занятия стали удачным стартом и безумно нравились девушке. Когда Валерия решила поступать в театральное учебное заведение, она подала свои данные сразу во все актёрские школы. Она даже тестовые экзамены сдавала практически во все из них. И только когда она перепроверила результаты, она избрала щепку. Валерия немало удивилась своим результатом. Ведь в тот год конкурс в это учебное заведение был, как никогда, огромный. Она не могла поверить, что всё же поступила. Как потом оказалось, важную роль сыграл характер Валерии. Её неуемная энергия, отсутствие комплексов и раскрепощенность не оставили экзаменаторов равнодушными. И как показала жизнь, не зря. Девушка добросовестно училась. Итогом стали отличные отметки и прекрасный диплом. Но всё гладко всегда не бывает. Когда девушка получила заветный диплом, она получила ни один отказ. Ей не брали ни в один театр. На этом фоне Валерия не просто впала в уныние, а её поглотила настоящая депрессия. Но случай помог справиться девушке, выйти из сложной ситуации. Перед выпускным Валерию попросили заменить участницу, которая заболела. Это был тот самый счастливый случай. Дело в том, что на этом спектакле был представитель, который искал актёров на проект «Кухня». Увидев молодую актрису, после спектакля директриса предложила прийти на отбор третьего сезона проекта. Девушка успешно прошла отбор. Но само приглашение на работу долго не приходило. Валерия не на шутку волновалась. Когда пришло приглашение, она была счастлива. С этого момента для Валерии началась белая полоса в кинематографе. «Кухня» впервые стала её звёздным проектом. Новая работа лимитчицы смогла раскрыть в Валерии новую грань её природного таланта. Рассказывать о своих личных отношениях, актриса, не любит первым супругом, стал Максим Онищенко. Это было первое серьёзное чувство девушки. Они познакомились на одном из мероприятий в Щепке. Она тогда была юной, начинающей студенткой, а он уже заканчивал училище. Она только мечтала о театральной сцене, а он уже был театральной звездой. В 2013 году пара решила зарегистрировать свой брак. Но он оказался недолгим. Студенчество закончилось, они строили свою профессиональную карьеру. Вскоре молодые люди отдалились друг от друга. Через два года актёры расстались. Второй брак звезды окутан тайной с самого начала. Валерия не только не открывает имени своего супруга, но и заключила брак с ним тайно. Долгое время Валерия не афишировала своего изменившегося семейного положения. Точно известно, что избранник актрисы старше её на четыре года и родом из Белоруссии. Но на этом неожиданности не закончились. Впервые мамой актриса стала в 2018 году. Она подарила мужу сына. Пара избрала довольно необычное имя для наследника – Герман. Через два года у пары появился второй сын, и снова родители выбрали для него изысканное имя – Савва. Актриса даже в жизни не перестаёт удивлять окружающих. Подписываемся, ставим лайки, комментируем.